Супруги Сергея и Юлия готовятся встречать вместе четвёртый Новый год. Первые совместные годы самые сложные, но у этой московской пары есть свои секреты. «Это учиться слышать, понимать друг друга, доверять». «За годы вместе мы научились решать все наши сложные и спорные ситуации через доброту. Я всегда знаю, что со своей женой я всегда найду общий язык». Между тем для Юлии такие семейные отношения в новинку. Она сирота. Жила в детском доме, воспитывалась в приёмной семье. «Можно сказать, особо не было детства. Я не видела полноценной семьи. Я помню, как мама со жителем постоянно ругались. Или сожитель приходил пьяный, избивал маму. Я думала, что так будет всегда, это так у всех». Гармония в семье Сергея и Юлия – результат работы над собой. Подмечает, что именно над собой, а не над другим. Вдохновение даёт древняя китайская практика цигун. Оба занимаются ею около 10 лет. «Я к этому пришла не сразу. Это постепенно. Благодаря DAF я поняла, что можно построить гармоничные отношения, если мы будем доверять друг другу, если мы будем заботиться, если мы будем честными друг другу». «Когда в любой спорной ситуации, в любой проблеме ты прежде всего думаешь о человеке, который рядом с тобой сначала. То есть нет агрессии, нет обвинений, нет бесконечных споров. И поэтому любая проблема, она и решается быстро, и сама как проблема рассыпается просто на глазах». Совершенствование по фалуньдафа – это процесс повышения нравственности, а также упражнения для здоровья и внутренней гармонии. «Это не описать словами. Чувствовать внутреннее спокойствие, гармонию с собой». «Ты чувствуешь огромный прилив сил. То есть это очень радостное настроение. Ты всегда улыбаешься окружающим. То есть каждое утро у тебя начинается с того, что ты понимаешь, что жизнь прекрасна, всё хорошо, с радостью идёшь на работу». Под Новый год супруги загадывают желания. «Мне бы хотелось пожелать, чтобы люди продолжали верить в добро, чтобы они были более счастливыми, запоминали самые лучшие моменты в жизни». «Раньше ты загадывал на Новый год себе всё самое сокровенное только себе. Но теперь, конечно, хочется всё-таки изменить мир, чтобы люди вокруг стали добрее, относились друг к другу с большим милосердием, спокойствием. Когда перестаёшь настаивать на своём, а прислушиваешься к мнению окружающих, то тогда действительно жизнь, мир вокруг становится совершенно по-другому выглядеть. Всё ярче, шире, более понятнее, гармоничнее, добрее». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова